Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Если вы первый раз зашли, то скажу, что зовут меня Фролов Юрий Андреевич. Я биолог, специалист по лечению различных видов заболеваний человека, и не только, многих животных. Да и вообще, собственно говоря, предприниматель, фермер, человек, который занимается многими видами деятельности, чего только в моей жизни не было. Ну, кто захочет, обо мне в блоге у меня, юфролов.ру, пожалуйста, посмотрите всю интересующую вас информацию. А сегодня речь серьезная, очень об одном заболевании, которое сейчас испугало многих, миллионы людей этому подвержены, эпидемии идут. Сейчас самый конец января 2016 года, и письмо. Оно как раз говорит об этой проблеме, то есть о нашей теме сегодняшней. Юрий Андреевич, здравствуйте, извините, вы как-то можете прокомментировать свиной гриб? Что это, от чего, как с ним бороться, если я не ем химию и антибиотики? Многие люди сейчас это понимают и перестают употреблять химические эти проклятые препараты, антибиотики. Ну, в общем, понятно, по понятной причине. Тема серьезная, смертельные исходы, карантин везде и все такое. Спасибо. Ну, вот письмо человека, таких письм я получал сотни сейчас, и были завалены у меня почты, и чат, и определенные темы специфические. В общем, проходят постоянно такого плана. Да, я расскажу не только в связи с тем, что знаю и могу ответить на эти вопросы, а расскажу вам методики лечения, реальные, быстрые. Но суть в том, что я сам со своей семьей сейчас недавно переболел гриппом. То есть, так получилось, что моя старшая дочь из школы прям принесла грипп, ту самую форму, которую на легкие сразу, соответственно, влияет. Вы знаете, слышали, что сейчас там от воспаления легких некоторые умирают, от различных других осложнений, но штамм новый давит на легкие в основном. Так сказать, упор делает. Вот потому как у всех развивались определенные характерные черты перехода на легкие, на кашель. Но мы справились, все семьи, очень быстро с этой проблемой по нескольким причинам, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Во-первых, причины, следствия, чтобы вы все понимали, и как с этим справиться. Значит, поэтому говорю изнутри, что называется. То есть, с точки зрения теории понимания проблемы, а проблема очень проста, относительно, конечно, да, что это грипп, это вирусное заболевание. Вирусы, такие существа уникальные, не будем сейчас говорить, что это такое, живые, неживые биороботы, вирусы ли, искусственно ли выводят те виды новых видов гриппа, прочие, которые, так сказать, поражают большое количество населения многих стран мира, постоянно мутируют, или это новые штаммы, искусственно создаваемые. Вот об этом не будем, а что же делать, о практической стороне вопроса. Запомните, главную вещь, с вирусами можно бороться только крепким иммунитетом. Никакими вакцинами, они очень быстро мутируют, адаптируются, и это бессмысленно. А вот уже крепким иммунитетом, да, победить можно, потому что только наши клетки иммунной системы, различные микрофазиты, там, т-лимфоциты и прочие, они борются с любой инфекцией, попавшей к нам в организм. Напоминаю, что борьба идет с именно антигенами, то есть чужеродными, высокомолекулярными белками. В данном случае мы говорим о вирусе гриппа как факторе очень серьезном, который, а вирусы всегда поселяются в клетках нашего организма, и как они размножаются? Они заставляют ДНК нашу собственной, определенных клеток, да, синтезировать себя же. То есть они сами не могут размножаться, они могут только используя наши клетки, нашу ДНК, меняя программу. Так вот, значит, как их распознать в иммунной системе, в должном количестве выработать вот эти антитела к этим антигенам, то есть наши защитные клетки, да, иммунные, и уничтожить? Это единственный способ. Для этого нужно, чтобы был чистый организм, определенные процедуры провести, в зависимости от состояния, от высокой температуры, от того, что произошло. Но начнем вкратце с профилактики и с мер гигиены. Профилактика – это, соответственно, не ходить, ну, и в идеале, говорю, публичные места, то есть школы, а, кстати, во многие, вот где в Пушгорах, мы сейчас переехали жить, да, у моей младшей дочери там в школе вообще объявили карантин, вся группа, так сказать, там заболела. А, кстати, она не заболела, вот я вам хочу сказать, младшая моя дочь вообще. То есть у нее начальные были стадии, и все, там буквально полдня, вечера, все прошло. А там все заболели. Значит, что важно здесь подчеркнуть? Дверные ручки протирайте спиртом. Спиртом – это самый лучший вариант дезинфицировать те предметы, через которые может что-то передаваться, да? Исключайте рукопожатие максимальное, передачу телефонов друг от друга, каких-то предметов, которыми вы к телу прикасаетесь. А все эти повязки – это почти бессмысленно, ну, противогаз разве что ли, но это понятно, кто будет делать. Так вот, а поэтому старайтесь избегать контактов, и несколько раз сегодня коснусь этой темы. Вот коллоидное серебро, которое я поясню, где можно купить очень дешево, можно в коралловом клубе, можно в разы дешевле. Я вот объясню потом, где не хуже, то есть, да, по количеству атомов, растворенных в воде. И вот брызгайте постоянно пространство вокруг себя, это достаточно недорого, поэтому можно себе позволить брызгать, а это очень будет эффективно. А зонаторы дома, ионизаторы воздуха, безусловно, это все очень хорошо и правильно тоже будет. Разделить членов семьи, если есть возможности, по группам тот, кто с кем-то контактировал, как карантинная зона, минимум общения. Не говорить, а тем более, не дай бог, кашлять и так далее. Или, ну, тут понятно, что если сантехника, единый туалет, ну, допустим, у кого в семье, то каждые несколько часов мы дезинфицировать, опять-таки промывать все, чем спиртом. Ну, вот это парогенератор, безусловно, который пар вырабатывает, есть портативные, недорогие, домашние, разные, так сказать, тоже пользуйтесь, все кипятите. И тогда это общие вещи, которые понятны. Плюс к тому, итак, серебро, ион из серебра, это очень сильное средство в борьбе с вирусами, с профилактикой и борьбой. Мы сейчас скоро еще поговорим об этом средстве. Но это общее. Теперь конкретно, что делать, есть все. Заразились. Ну, и поднялась температура, кашляют уже потом, это может быть на второй, третий день, по-разному, может, сразу. Итак, температура. Давайте прямо по моей старшей дочери. У нее началась температура 39,6. То есть, ну, что будет у вас, ну, у родителей, у многих, так сказать, если как, вот, паника, наверное, у некоторых. Что же, ну, тем более, смертельные исходы. Во-первых, давайте так, смертельные исходы есть и будут у тех, кто имеет, во-первых, определенные проблемы серьезные со здоровьем. Пусть даже скрытые, неактивные, неявные. Это излишний вес, это группа первая, которая страдает. У кого есть астма или легочные заболевания, да, эта группа самая уязвимая. Кто ест и любит есть вареные крахмалы, это картофель, хлебобулочные изделия, рис. Это надо исключить первым делом. Вообще лучше это не есть никогда, но это надо исключить первым делом. То есть, те слизевыделяющие продукты, самые сильные, которые вызывают пищевой лейкоцитоз, выработку слизи, это раз, вот, хлебобулочные, ну, в общем, вареные крахмалы, это группа молочные, не дай бог, продукты. То есть, казино, молочный белок, тот самый клей, который, в общем-то, посмотрите, кто не смотрел мои лекции из тех новых зрителей, кто ещё не видел, не понимает, о чём речь, ничего не судите, не выпендривайтесь, пожалуйста. А посмотрите, лекцию у меня для ТВ я снимал по молоку, молочным продуктам и три моей статьи о молоке, молочном продукте. Ну, вы поймёте, в чём тут суть. Теперь далее, значит, естественно, исключайте, моя вам рекомендация, уже сейчас, даже если вы не заболели, а вдруг едите, кто-то, мясо, молочные и, в общем, ну, короче, животные белки, любые. Потому что это всё антигены, это те же высокомолекулярные белки, которые до конца не расщеплялись в организме, пройдящие всю пищеварительную систему, ну, не всю, а до тонкого кишечника, где должны всасываться питательные элементы. Так вот, цельные белки всё-таки в малом количестве, но попадут всё-таки в кровь в непереваренном виде и вызовут реакцию антигена-антитела с образованием гнойных токсинов, ядов, которые и будут способствовать ослаблению иммунитета. А иммунная система будет вызвана, то есть она будет обязана бороться ещё с этими антигенами, понимаете? То есть, мало того, что вирусы, помимо этого, всегда в организме присутствуют грибки, какие-то бактерии. У кого-то с детства были гнойные ангины, у него всегда стриптококстофилококк, сразу будет высыпание, могут быть глотки, язвы, плохой запах, вот эти вот, как вот при ангине, белые гнойнички, то есть всё, что угодно, это, пожалуйста, сразу может быть. Кстати, здесь будет уместное потребление как профилактика, хотя это не вирусных заболеваний, а всё-таки медь, это медная посуда, из которой я очень рекомендую пить, это профилактика грибковых инфекций. И к тому же, всё-таки, при ослаблении иммунитета любые паразитарные организмы берут вверх над человеком, то есть когда иммунитет ослабевает, поэтому грибки в первую очередь, поэтому их надо тоже сдержать, пить из медной посуды, очень рекомендую. Конечно, серебряные, у кого есть возможность, да, но это мы говорим о серебре, как к противовирусным средствам, это как к противогрибковым параллельно. Теперь, значит, вот давайте посмотрим, что мы сделали. Итак, 39,6. А подвержены я объяснил, какие группы людей в первую очередь. То есть не бойтесь смертельного никакого исхода, если вы нормально питаетесь, если вы, по крайней мере, веган, вегетарианец, сыроед, смертельный исход никогда не будет. А теперь давайте скажем так, значит, как мы вылечились. И скажу, забегая вперёд, за два дня полностью на 100%, то есть уже моя старшая дочь могла ходить в школу, хотела, только бы её не поняли, и, естественно, бы никто, ну, просто не пошли. Два дня полностью абсолютно здорово по всем показателям, признакам. А было 39,6. Что мы сделали? Итак, 39,6. Сразу же покупайте заранее сейчас в аптеках магнезию, да, вот эта английская соль. Такая маленькая, нету показать, использовали до конца всё, что было. Вот такие вот пакетики небольшие, в аптеке продаются, стоят копейки, значит, там, по-моему, пакетик по 25 грамм. Принимать так, 1 грамм на килограмм веса, ну, человек весит, например, 60 килограмм, 3 пакетика, значит, то есть 75 грамм, больше пусть будет. Больше можно в два раза. Значит, для чего это делается? Чтобы человека пронесло, ну, что называется, в прямом этом смысле слова, так сказать, был понос создатель, активный, для того, чтобы тонкий и толстый кишечник очистить. Это важно для того, чтобы яды и токсины вышли из организма максимальным количеством, которое там скапливается и вторично всасываясь из кишечника опять-таки в кровь. А лимфатическая система, которую яды и токсины выносят, да, как наша канализация организма, она, ну, у большинства людей работает очень плохо, а к тому же вот эти сосочки, протоки, выходят в складки толстого кишечника, где основная часть очистки идёт лимфы, то есть всего организма через толстый кишечник. Ну, дальше уже прямая кишка, и, как говорится, должно выйти, да не выходит, потому что там каловые камни, так сказать, слизь и, в общем-то, и грибы кандиды, вот, и другие могут паразитировать. И эти сосочки, вот эти вот, могут быть забиты, выходы, просто это происходить в худшей степени, чем должно быть. Так вот, мы очищаем, убираем эту причину, яды, токсины, но это первое действие, которое при любых высоких температурах, если вы хотите снять натуральными методами без химии, вот это надо делать. Значит, вы что делаете ещё раз? То есть, берёте, растворяете в воде, в стаканчике, допустим, или в двух, ну, если вы, это, конечно, горько, противно, но надо сделать. Значит, вот растворили. Можно, как альтернативу, касторку, но это только тем, во-первых, у кого нет проблем с поджелудочной железой, ну, и, конечно же, кому не так противно. Мне, например, противнее моей жене, она вообще, я хоть там что угодно, только не касторка, а можно и касторки. То же самое, грамм, полтора на килограмм веса. Значит, теперь вот смотрите, и так развели в воде, поставили рядом воду, поставьте тёпленькую, в тёплой воде, ещё стаканчик обычной воды. Запиваете, можете, противно уж совсем, чтобы не вырвало, ну, у кого такие реакции могут быть, выпили обычной воды. И так выпили всё это дело, да, например, 60 килограмм весите, выпили 75 грамм, потом пьёте тёплую воду. Пьёте её, причём желательно сразу, серебром, значит, прям столовая ложка в стакан. И пьёте 3-4 стакана воды, только не залпом, а глоточками небольшими, ну, пьёте, прошло 15 минут, реакции нет, полчаса, ну, должно пронести через полчаса 100%, ну, как должно. А если вдруг этого не происходит, такое редко, но бывает, вот у меня, вот как раз старшей дочери, мы дали там, да, 3, чуть-чуть тоже на её вес, но она около 50, дали вот 3 пакетика. Кстати, не пронесло сначала, потом, то есть, 2 дали, не пронесло, а 3 уже, да, нормально, она сходила. После этого, позывов несколько будет в туалет, несколько раз сходили, пьёте, каждый раз сходили, жидкость вышла, пьёте, восполняя баланс воды. И далее вы делаете кружку эсмарха. Кружка эсмарха, понятно, это такая подвесная, большая, условно назовём, клизма, ну, с шлангом длинным, да, в общем, понимаете, что это такое. Так вот, делаете так, для взрослого человека подготавливаете, для ребёнка сразу просто меньше, берите дозу и всё, сколько войдёт. Ну, обычно для взрослого человека, для подростка это 2 литра. Значит, берёте эмалированную кастрюльку на огонь, догреваете воду, я сейчас объясню, какую, до 30, тогда 9,5-39, ну, если 39, или 39, если у вас 38,5. Вообще, подержаться температуре чуть-чуть надо дать, несколько часов, час, два, три, хорошо бы, потому что в этот момент убиваются многие вирусы, другие проблемы, которые могут быть вообще низшие многие организмы, и грибки давятся. Поэтому лучше подержать. Воду пить лучше, конечно, из меди, как я уже сказал. Итак, кастрюля стоит в воды, дистиллированной, либо кипячёной, остужённой, либо после обратного осмоса, литр, больше, литр, 400 мл, вот так. А 600 мл выжали свёклу, это лучший вариант, свёкольный сок, через ситечки, через марлицу, чтобы чистый сок. Лучше, конечно, так, но можно и просто, воды тогда 2 литра. И так смешали всё это дело, столовую ложку соды сверху, столовую ложку соли сверху, пол лимонного сока, половинку лимона выжали, лимонного сока, половину лимона. И начинаете нагревать. Нагрели, в кружку осмарха перелили, подвесили, или там кто родственник поддержит, или на гвоздик, ну, в общем, как вам удобнее, на коврик легли, но понятно, при температуре иногда слабость большая у людей, или там. Вот, вставили, вылили, потерпите в позу эмбриона, меняйте позу, чтобы сразу не, тут весь эффект, чтобы это поддержать побольше себе. Ну, в идеале 10 минут, ну, кто-то там 30 секунд не выдержит, ну, значит, вот, два раза там в идеале такую процедуру сделать. Ну, хотя бы одну сделали, всё, опять всё это выльнулось из вас, ещё попили, лежите уже. Теперь, иногда температура, вот, уже, у неё было на утро 36,6, после этой процедуры, там, 37 буквально, значит, через часа полтора, через час, ну, мы просто померили так, да, может быть, и гораздо лучше сразу стало. Мы что ей стали давать? Дополнительно. Теперь вот я скажу, это процедура какая, когда сразу такая высокая температура. Наперёд скажу, я в начале себе не делал, жена тоже потом заразилась, не сразу, позже, то есть, тут у кого какой иммунитет, мы, конечно, со всеми отобщались, все вместе были, да, разделялись, да, очень жёстко, особенно первые дни у нас был запас. Вот почему всегда серебряную воду надо держать? Мы опрыскивались и в лицо вот так вот брызгали, что называется, ну, друг к другу, там, с масками ходили, это всё понятно. Это, конечно, задержит на какое-то количество, то есть, уменьшает количество попаданий вируса гриппа, любого вируса вообще. И чем больше, если бы мы не жалели, а там бутылки две, вот ходили бы, брызгали в течение дня, да, там вот это всё, бывали случаи, когда, я знаю, и вообще не заражали, это же действительно сильная штука, но, значит, много других обстоятельств в течение. Теперь, что мы дальше делали? Сразу давали выпить вот шитаки. Что касается вообще препаратов вот этих, это грибные препараты. Грибы, их свойства уникальны, многих, просто мы это не знаем, забыли. Наши предки славяне, как, кстати, многие народы мира в древности использовали грибы как лекарство, как антибиотики, антисептики, потеряли эти знания, ну, не совсем. То есть, многие, они ещё известны. Вот мы очень серьёзно сотрудничаем, недавно стали, но с центром фунготерапии Филипповой препараты эти можно взять, конечно, у неё, можно купить у нас. Тем более, что у нас огромное количество, да, вот вы знаете, продуктов разных, и для удобства мы ввели, поскольку я эти и лекции читаю, и консультации иду, то, безусловно, под рукой, чтобы всё было удобно людям, заодно всё вместе посылкой отправить, так сказать, всё это есть у нас, да. Ну, вот, цены одни и те же. Почему важно, так сказать, про грибы? Их свойства, их действующие вещества, фитонциты и грибные полисахариды активнее и сильнее многих растительных в десятки и в сотни раз. Эффективность колоссальна. Ну, вот смотрите сами. Вот шитаки, водорастворимый, его надо, конечно, водорастворимый лучше взять, самой сильной формы, потому что есть в масле растворённые экстракции, но хуже, вот лучше водорастворимый. Значит, в коробочке 30 пакетиков, 3 раза в день по пакетику. Вот прям отрывается, высыпается на язык, подержать немножко, растворить слюной, значит, проглотить, выпить, запить водой 3 раза в день. До еды. Ну, если болеем, сразу скажу, вот так вот, да, лучше не есть пару дней, хотя бы точно лучше не есть. Ничего страшного, прям без еды, никаких проблем. Вот мы и так делали старшие, например. Далее что? Свечи-весёлка. Весёлка-гриб, который, кстати, тоже можно чередуя пить в порошке и также, кстати, 3 раза в день, потому что там тоже есть уникальные антивирусные свойства. В шитаке вообще обладает, например, вот, там есть очень много полезных свойств и антиопухолевых и прочих, но мы говорим о антигрибковых. Так вот, даже вирус спида можно победить, но там методика, там система долгая, несколько месяцев, да, мы говорим сейчас о немного другом. Весёлка тоже уникальный гриб. Это свечи в данном случае. Есть точно такая же коробочка такого фиолетового цвета, это тоже весёлка водорастворимая, тогда уже берите. И по пакетику 3 раза в день весёлка, можно совместные шитаки. Свечи-весёлка. Значит, стандартная рекомендация свеча раз в 3 дня, но в данном случае каждый день ставьте. Каждый день под вечер, вечер, после всех процедур, когда уже позывов нет, ну иначе смысл какой. Ставится свеча. А пьётся энтеросорбент, мощный сорбент, потому что после очистительных, я имею в виду, процедур, будет активнее. Активнее, смотрите, логика в чём. Промыли кишечник, тонкий, толстый, всё отлично. Вышло много ядов, сразу, кстати, улучшается состояние, температура снижается. Почему? Потому что нарушение процесса синтеза и распада АТФ в клетках, когда именно токсинов много накапливается, тут ведь токсикацией вызвано, вот это нарушение температуры. Это нарушение, я в какой-то лекции очень подробно на эту тему рассказывал, объяснял механизм. Это нарушение вот этой терморегуляции. Почему происходит высокая температура? Потому что нарушение между нормой вот этого распада и синтеза АТФ в клетках. И вот тут происходит это за счёт накопления ядов токсинов. Такое действие токсичное оказывают многие группы ядов. Так вот, поэтому ничего не есть в этот момент промывания, вот как я сказал. Сразу, параллельно, начинаете принимать, и стоит закупиться чем? Значит, итак, вот шитаки. Это весёлка, я имею в виду водорастворимая форма, смотрите сами, шитаки обязательно. Весёлка, свечи, коробочка 10 свечей, ну, соответственно, человеку хватит, однозначно. И желательно ещё свечи шитаки, потому что пройти стоит курс весёлки и, допустим, шитаки. Может хватить вполне только весёлки. Так, теперь. А у кого иммунитет всё-таки слаб? Если маленькие дети, я вот решил не рисковать, сам я не потреблял, но и вот моя старшая дочь, и младшая сразу для профилактики, и жена, вот это формика. Формика – это вытяжка, это из яиц муравьёв. Это, конечно, будем считать, не веганский продукт, да, но это из яиц муравьёв. Но почему? Тут очень большая доза витамина В12 и нехимии, вот эта синтетическая, натуральная, плюс к тому много ценных кислот. В общем, это сильное иммуноукрепляющее средство, очень сильное. И я в этот момент принял решение это потреблять им три раза в день по две. Можно и больше, такие маленькие желатиновые капсулки, можно глотать, можно вытыкать куда-то во что-то, если, ну, кто салат, но в этот момент есть нельзя, и поэтому так просто глотать, с водой запивая. Теперь, есть отдельно, так, здесь я, пожалуй, эту баночку сейчас покажу. Ну, вот такая же баночка, называется Трутовик. Покажу я сейчас её быстренько вам. А тут она, наверное, где-то стоит. Вот она. Трутовик. А вот, собственно, капсулы. Вот такие капсулки, которые просто можно высыпать в рот, прям вот так вот отрывая капсулки, выкручивая. По три, два раза в день хотя бы. Это сильный энтеросорбент, плюс укрепляет печень. Он входит, кстати, в состав Акуры, вот этот вот комплект, про который я пару слов потом тоже скажу. Итак, на ночь обязательно. А если у вас есть у кораллового клуба белая глина, вот который, коловада микс вот эта, было бы очень неплохо. Её на ночь, она раз там 40 набухает, размешал, выпил, прям на ночь уже, и будет великолепно всю ночь тоже забирать токсины. Но это очень сильное средство. Трутовик, к тому же, я говорю, активизирует и восстанавливает работу печени. Так вот, итак, формику я сказал, как иммуностимулирующее, укрепляющее средство. Естественно, вот эти грибы и весёлка, и шитаки также это делают. Теперь касается, укрепляют иммунитет и борются с вирусами. Причём, вместе их применение усиливает друг друга. Ну, а что касается коллоидного серебра, то тут вот что. Значит, буквально переборщить не бойтесь. Значит, с каждым стаканом воды, буквально, вот в эти первые дни, когда человек не ест, и не надо кормить его ни в коем случае как раз, надо очищать организм. При голодании, условном, маленьком таком, да, назовём это тоже условное голодание, запускаются механизмы, ну, скажем, иммунной системы на ликвидацию вот этих проблем. Потому что, когда человек ест, часть и энергии, да, организма, ферментов, тратится на процесс пищеварения. Здесь же не тратится, ну, ничего не будет за 2-3 дня, а наоборот. Да и, кстати, когда человек болеет, он чувствует, что есть не хочет. А потому что организм говорит, всё, я терпел, тут предел пришёл, мне надо решать главные задачи, а не, так сказать, питание. Мне сейчас вот надо уничтожить вирусы и прочее. Так вот, околлоидное серебро, прям просто по столовой ложке на стакан воды. В общем, грубо говоря, в день можно потреблять 15 ложек, 10 ложек, ну, примерно так. То есть, это будет только плюс. Ну, естественно, брызгайте лицо, можно немножко как бы вдыхать, ну, как аэрозоль, так вот брызнул и вдохнул, то есть, чтобы чуть-чуть это увлажнить в трахеи прошло, по крайней мере. Вот, это будет только полезно. Так, что буквально 2 дня и всё, вот я говорю, и 36,6, и прекрасно. Значит, потом произошло следующее, что всё-таки через там дня 2-3 там жена моя, так сказать, тоже вот заболела температурой, но мы всё тоже проделали, у неё чуть дольше, она дня, ну, наверное, 4 до полного восстановления такого нормального. Но у неё когда-то были проблемы там с дыхательной системой, то есть, у неё это ударило посильнее, хотя, кстати, вот у неё была проблема, когда она там даже год так подкашливала, там, ну, много лет назад. И у неё это в худшей степени, то есть, проявилось. Поэтому, соответственно, я вот делали всё то же самое, обязательно в порядке свечи, вот водорастворимый шитаки, значит, и трутовик, и формику, я ещё ввёл ей огнёвку, это очень, почитайте, потом будет интересно у нас на сайте, это ценный тоже интересный такой продукт. Вот, и что я скажу, вот 4 дня. Ну, и потом стал я, если кашель, давайте сразу расскажу. Значит, вот берёте тогда мяту и поддорожник. Так, поддорожника, правильно высушенного, качественного сырья, столовую ложку сверху, такого измельчённого, ну, такие кусочки по 5 мм, по сантиметр, вот так, измельчённого, если где-то столовую ложку сверху, в термос, и чайную ложку сверху мяты, значит, это примерно на, ну, 250 мл воды, ну, пусть на 300. Заливайте только воду, догрейте где-то до 70, не выше, залейте в термос, закройте, она уже 60 будет, и постепенно остывает. Значит, так, помешивайте иногда, и где-то через, там, полчаса всё идеально можно выливать через ситочку, и вот это пить. Вторично можно залить и выпить, ну, можно вторично, лучше, конечно, раз. И таким образом 2-3 раза в день пить. То есть, это прекрасные, как бы вам сказать, в общем, средства, которые ослабят воздействие на лёгкие, то есть, укрепляют, кстати, и кровеносную систему капилляра, и, ну, соответственно, и альвеол тоже, да, и лёгочную, значит, и выводят, как бы, мокроту, но тут даже не мокроте дело. И ещё сразу хочу сказать, что да, могут быть серьёзнее гораздо, естественно, последствия у тех, кто ест при этом пищу с высоким задержанием крахмалов, варёную пищу, вот это не ешьте ни в коем случае. Ну, и то, что вот я перечислял ниже, да. Есть, конечно, другие ещё варианты. Какие? Очень неплохо пить чагу ещё. То есть, правило фунготерапии железной нельзя больше трёх грибов. Ну, тут у нас, скажем, трутовик как энтеросорбент, мы его, допустим, приняли, там, курс вот этот прошёл вначале, там, хоть 5-6 дней, дальше по состоянию, конечно, надо смотреть, и можно пить, в принципе, уже чагу, запаривать, заваривать вот так же в термосе, сделать крепкий чёрный такой раствор чаги и пить его достаточно в больших количествах. Это очень сильное тоже средство противовирусное, в том числе свойства у него, хотя там, конечно, и противоопухолевые и прочее, очень полезная штука чага. Вот, можно, кстати, со зверобоем. Так, ну, это вот то, что, в принципе, вполне достаточно. Что касается питания дальнейшего, то, что я рекомендую? Очень, конечно, цитрусовые только, например, в первой половине дня, кстати, ещё об одном, говоря о цитрусовых, я вспомнил. Вот, это у нас биокальций, вот такая штука, биокальций. Казалось бы, с одной стороны, ну, там не только кальций, кальций – это вот для костно-мышечной системы вещь, штука полезная, для щелачивания организма, не только, не только. Я не буду подробно, как-нибудь отдельно расскажу, про это целые книги написаны. Это порошок из скорлупы, яиц, перепёлок. Я рекомендую его. Два на планете есть таких основных средств. Тут коралловый кальций, настоящий коралловый кальций, да, и вот яичные перемолотые мука, так назовём, только без термообработки. Тогда минералы там в йонной форме, вот, причём не только кальций, там все-все щелочные, кремнии, там очень много ценных минералов. И вот это позволит усилить, укрепить иммунитет, кстати, ногти, волосы, но это, так сказать, мы сейчас об этом не будем говорить. Я очень рекомендую ввести тоже, вот прям брать, выпивать. Очень большая потеря щелочных минералов идёт при таких заболеваниях, при высоких температурах, при промывании, поэтому надо, стоит пить. Когда начнёте есть, вводите курагу, калия нужно много, особенно у кого со сердцем проблемы, да. Я, безусловно, очень рекомендую ввести уже питание, когда начнётся фукус, вот ту самую бурую водоросль, о которой у меня тоже ролик, если кто не смотрел в блоге или в ютубе, обязательно посмотрите. Именно в том виде, в той форме, которую я рекомендую. Продолжайте пить медные посуды на протяжении всей болезни. Ну, скажу о себе немножко, что я тоже последний из всех вот заболел всё-таки и два дня. У меня было, ну, температура была один день, я принял меры, тоже магнезия, всё прочее. Значит, у меня утром 36,6, но к вечеру поднялась, я уже не стала делать, но усилил дозы и шитаки, и свечи, всё. Я только формику не потреблял. Вот, и у меня на следующий день всё уже в порядке, то есть иммунитет поборол, ну, потому что вот просто мы помогли. Вот этими действиями мы очень сильно помогли. Да, и на меня уже мало осталось, к сожалению, коллоидного серебра, а так, возможно, я бы быстрее поправился. Ну, вот, собственно говоря, как можно... А, значит, подруга моей жены звонила, говорит, вот у таких-то умер человек, действительно, прямо у знакомых. Не то, что по телевизору где-то, да? Это серьёзная штука. Но, опять-таки, ещё раз хочу сказать, что не будете умереть, если вы веган-сыроед, это глупость, это быть не может. У вас априори крепче иммунитет и легче справиться с болезнен вашему иммунитету с вирусами. Если вы всё-таки едите всё подряд, ни в коем случае перестаньте сейчас хотя бы есть вот эту гадостью, что я перечислял. Потом, когда вы начнёте есть, вводите и курагу, вводите вот киви. Но киви с высоким содержанием вообще витамина С, помните, что да, это противодействие с витамином В12 идёт. Поэтому, если вы формику, вот вытяжку из яиц муравья будете всё-таки принимать, то тогда вы это, ну, скажем так, разделите. То есть, цитрусовый и всё, что касается витамина С, ну, натурального, разумеется, да, там лимон, прочее. Это утром, кстати, очень хорошо гасится, надо погасить вообще вот этот кальций кислотой какой-то органической. То есть, вот, например, надо по три раза в день, да, например, вот, ампулки. Высыпайте столовую ложку, немножко лимона выжали, помешали чайной ложечкой, выпили, водой запили. А можно запить цитрусом, каким-то грейпфрутовым соком, лимонный, разведённый в воде, можно с мёдом там, это не важно. Утром в первой половине, но тогда уже вечером на ночь, а на ночь это очень важно, да, не нужно. И в середине дня уже цитрусовые не потребляйте, вот, потому что антагонисты витамин С и В12. Ну, хорошо, теперь далее. Вот очень хороши, конечно, Годжи, Барбарис, но это делать надо, а это есть Барбарис, только горный вот такой, да, гималайский. Очень хороший ещё, значит, шиповник, вот это можно по столовой ложке на пол-литра в термос, 60 там градусов на ночь, а утром это как раз пить. Этим можно запивать, можно брусничной водой, которая, я говорил, делается вот трёхлитровая банка, килограмм-полтора, полбанки, в общем, брусники, можно замороженные прям разморозить, его взять, высыпать, воды долить. Ну и в тепле она сутки, а потом два дня в холодильнике, она красный уже такой раствор. Вот этот красный раствор пить, розовый, насыщенный, очень полезный и для почек, кстати, ведь любые препараты, помните, химии уничтожают, что в первую очередь бьют по фильтрам нашим главным, печень, почки разрушаются. Кстати, вот те самые шитаки и такая же вот ещё, ну точно, такая же весёлка, это ещё и защита печени и почек. Ну, два слова про печень. Меня часто просто, вот я в двух словах это скажу, вот сейчас прям как закончили мы, а я сказал, что мы полностью все выздоровели, все мои стали вот потреблять, ну и я тоже сейчас начну, это вот курсакура. Что это такое, там три гриба, трутовик лисничный, лисичка и шитаки, правда масляная форма, более дешёвая, ну понятно, потому что он такой популярный, недорогой набор, значит, просто мы добавим шитаки, водорастворимый, просто удвоим дозу. Это антипаразитарный курс, который уничтожает не только многие виды гельминтов, но ещё и в виде личинок и яиц, цист, растворяет оболочки. Там есть вещество определённое, значит, которое вот находится, полисахарид, да, в лисичках. Кстати, сами лисички ещё обладают свойствами тоже укреплять, восстанавливать печень. И кто хочет усиленную дозу, так сказать, то она на месяц рассчитана на одного человека, курс, коробочка, а с третьей недели просто двойную дозу введите, увеличите, вот сорбирующий элемент, вот этот трутовик, вот этот лисичка, который входит в комплект, просто в двойной дозе. И шитаки, желательно водорастворимые. Значит, у вас почти гарантия на, ну, даже лямблиоз-аписторхоз. Хотя, конечно, если лямблиоз-аписторхи, ещё бы немножко каруасина заваривать, пить, либо в кораллом клубе апистоп есть препарат, который сам по себе не убьёт лямбли, но дополнительно усилит. То есть, это можно, это не накладывается как бы отрицательно друг к другу, а напротив, дополнит друг друга препарат. Вот это я рекомендую. Все эти препараты вы можете найти у нас в прайсе на сайте nadgard.com, это наш сайт по биопродуктам, но там в правом верхнем углу общий прайс по всем биопродуктам, а потом раздел отдельный прайс по лечебным грибам. Вот вы как раз его скачаете, отметьте, присылайте нам на почту Аравана Собака БиКей.ру, заодно посмотрите, не нужно ли что по прайсу, по продуктам, потому что, например, сок проростка пшеницы. Это великолепный иммунный, забыл совсем сказать. Мы в этот момент просто вот упустили это, а вообще это одно из первых дел, хлорофилл, да, потому что это кровотворящий фактор, восстанавливающий функции крови, великолепный. Не только, там же огромное количество ценных кислот жирных, там, витамины В, 17, например, кстати, и много других. Так вот, поэтому надо было бы пить по два утром флакончика по 30 мл взрослым и детям, ну, совсем маленьким, 6-7 лет, там, по одному. Вот, и именно в период болезни это очень бы хорошо. Но мы не пили, просто это бы ещё дополнительный фактор был бы хороший. Просто забыли, ну, просто не до того как-то было, из головы вылетело, и нужно брать из морозильника, размораживать, забывая. Вот поэтому надо писать план. Всегда вот прям говорю, на себя сам злюсь порой, что план. Вот план написали на каждого члена семьи, кому что, с учётом возраста. Маленьким, кстати, даже не волнуйтесь. Вот что касается коллоидного серебра, хоть там один год, можете смело, ну, меньше, там, да, там чайными ложками уже, также чайную ложечку, там, 5-6 чайных ложечек в день. Не преувеличите, не бойтесь, то есть, не передозируйте. Вот, ну, а эти препараты, хотя я вам так скажу, вот, если даже ребёнку, ну, 8 лет, свечку можно, если, конечно, там 4 года, 3, половинку свечки вставить, а уже 7 лет и целую свечу можно вполне, то есть, дозу перебрать здесь нельзя. Она может быть выше, чем нужна, чем действующая просто, но это другой вопрос. В данном случае серьёзная проблема, тут пожалеть лишнюю копейку не стоит. Ну, так вот, значит, как заказать, я вам сказал, да, вам постараемся, ну, тогда, соответственно, в связи с правилами нашими постараемся, конечно, доставить быстро, но читайте правила, потому что там есть определённая минимальная сумма заказа, откройте раздел на сайте nadgar.com, который называется «Доставка и оплата», ознакомьтесь с правилами, там видеоролик, как делается заказ, подробно всё описано, как всё это происходит, оплачивается и, пожалуйста. Что касается дальше еды. Вот, когда уже стали есть, перешли, очень рекомендую, что? Фокус, как я уже сказал, рекомендую. Галазёрный овёс пророщенный, молочко из него можно в блендере делать, такой, типа, густой консистенции, потреблять, очень полезный, питательный. Мак, кунжут, вот такие, только проращивать, проращивать, быстро в банке трёхлитровой, прям прорастают влажные промытые семена, только так, поворачивать надо банку периодически, полдня иногда и прорастает. У нас очень хороший есть и кунжут, который почти стопроцентное прорастание мак, очень важно восполнить организм недостающими минералами, понимаете? В связи с этим я, конечно, ещё раз хочу акцентировать про фокус. Кто не смотрел тот ролик, найдите у меня с доктором наук, вот с собой мы снимали в Наукограде Пущино, посмотрите этот ролик. Далее, значит, что касается вот этих продуктов, если мы говорим о сухофруктов, инжир и курага хорошие, в первую очередь. Ну и далее, дальше уже привычная пища, но всё-таки я вам очень рекомендую. Переходите на нормальное, живое, адекватное питание. Преимуществ огромное количество. Да, ошибки есть у людей, кто переходит на сыроедение, на живое питание, только лишь ошибками и состоянием до того их организма, который они, может быть, даже не знали. То есть, в латентной форме был взвод практически у каждого первого человека хронический панкреатит. Ну и, соответственно, вот человек пеняет. Поел капусту там сырую, ему хуже там. Или ясное дело, если он раньше только варёное всё ел. То есть, ошибки человеческие, причина вот этих проблем, когда человек переходит на веганство, сыроедение, а не сама естественная пища, которая для нас, как для вида биологического, должна быть присуща. Вот и всё. Ну хорошо, смотрите мои лекции. Их очень много. У меня в блоге, в ютубе, на канале. Изучайте. Надеюсь, что этим я вам помог. Последнее слово сегодня, которое я хочу сказать относительно, не коснулся одной из главных тем воды нашей. Вода должна быть, понятно, что химически чистая. Вода должна быть активная, живая. Моя лекция, которая называется «Вода, лимфа, почки», обязательно найдите у меня в блоге и посмотрите. Значит, если есть возможность, у кого активатор воды, вот, ну, правильно, антиоксидантный комплекс всё-таки называется, который я вот рекомендую, да, ну, приобрести кто сможет. Это, конечно, прибор не дешёвый, но это очень хороший вариант. Кто нет, я рассказываю в этом видео, как простым дешёвым способом, используя вот только воду после обратного осмоса, коралловый кальций, гидроселл, препарат, тоже в коралловом клубе он есть. То есть, он делает это дёшево, быстро, ну, достаточно, конечно, похлопотать надо, но это, значит, вода будет обладать свойствами, которые, ну, скажем, как растворитель более активной она станет. То есть, яды и токсины активнее из воды будет выбирать, то есть, из организма выбирать и выводить с нашими системами выделение из нашего организма. Вот. Ну, а как состояние позволит, баня, баня – это прекрасный вариант. Значит, потеть, потеть, значит, не забывайте, что вот всё хорошо, это не значит, что всё прям, вот, так сказать, внешне или по состоянию даже внутренней температуры. Ещё пять дней где-то стоит потреблять и препараты, и процедуру, и коллоидное серебро, пока организм совсем не укрепится, да. Это и то для веганов, для тех, кто все подряд, правильно говоря, 10 дней. Почему все вот эти рекомендации, лежать две недели, там, это? Ну, потому что при тех состояниях, вяло текущем вот этом образе жизни, хотя внешне человек может быть относительно здоров и выглядит хорошо, и спортсмен, но он отравлен изнутри очень сильно. У него иммунные, иммунная система и защитные вот эти барьеры очень слабые. То есть, конечно, кто спортом занимается, у того более сильные, естественно, он просто… Потому что выделительные системы хорошо работают, в первую очередь, поэтому. Ну, и до поры до времени. Потом резерв кончится определённо, и спортом человек перестаёт активно очень заниматься. Резерв кончается. Имейте это в виду. То есть, значит, здесь, поэтому вот, пожалуй, что я ещё хотел сказать про воду. Теперь про всё, наверное, сказал. Так что упор на лёгкие, на препараты, пожалуйста. У кого какие-то особенности есть, ну, там, разные специфические болезни, это уже надо индивидуально смотреть. В крайнем случае я вообще по вопросам здоровья принимаю, как бы, консультации, веду по скайпу. Если кто захочет, то смотрите у меня в блоге раздел инфопродукты, а в самом низу мышкой навести, будет индивидуальная консультация. Но это только, пожалуйста, просьба обращаться в самых крайних случаях. Я, наоборот, не жажду вести как можно больше консультаций. У меня времени нет практически. Это в крайних случаях, когда уже вы не сможете найти ответ в моих лекциях, и захотите такую серьёзную взять индивидуальную консультацию, ну, можно её в крайних случаях провести. Я, конечно, провожу периодически, потому что, ну, люди просят, и у людей есть проблемы очень серьёзные, а это всё ерунда. Но, тем не менее, эта ерунда, видите, тоже приводит иногда к летальным исходам. Чтобы этого не было, я решил сделать вот этот ролик, ну, и вообще, чтобы каждый человек знал, как оздоровиться. Тем более, что, да, вот это как бы реклама, ну, потому что мы продаём это, да, но это я использовал для своей семьи, это честная реклама, и я выбрал лучшее, естественно, как вы сами понимаете, ну, то, что и натуральное, и безопасное. Более того, не то, что безопасное. У этих препаратов, скажем, натуральных, лечебных, есть только положительные побочные действия в виде там огромных количеств эффектов, но которые, безусловно, нужно принимать вот месяц, полтора-два, потому что я их же рекомендую, определённые комбинации этих и многие другие препараты, как грибные, там, травы, когда речь идёт вплоть до очень серьёзных, и до онкологии. Потому что есть, например, вот это и весёлка та же, и что-таки агарик, который даже при некрозах опухоли используется, и так далее, и при химии, и так далее. Но это уже отдельные темы. Скоро выйдут ролики дополнительные будут по онкологии. Это вторая часть. Следите обязательно за новостями, подписывайтесь на канал. Роликов будет всё больше и больше. Я буду отвечать и вести такие вот передачки небольшие на такие отдельные острые темы, важные, будем разбирать. Поэтому с вирусами в целом поговорили, разобрались. У кого интересует там вирус гепатита С, папиллома вирус... Кстати, вот тоже. Просто у кого папиллома, ну как раз заодно. Закупите ещё дополнительные две коробочки, и пейте шитаки плюс свечи, принимайте тогда 2-3 коробки. Тоже возьмите свечей, по 10 свечей. То есть месяца 2 примерно, чтобы было. У вас не будет папиллом. То есть они отпадут. А внешнее проявление на ножках папилломки, это о чём говорит? Это не лазером сжечь или там, иначе. И проблема-то внутри осталась. Вы же её не устранили. Только внешне, косметически, это можно глаз вырезать, там новый вставить или ещё что-то. Это идиотизм, понятно, да? Это не значит, что проблемы нет. Она есть. А это предвестник очень серьёзных опухолевых начала, пусть доброкачественных потом, то есть которые уже начинаются в процесс сбоя в организме. Поэтому уж тогда долечитесь и убьёте вирус папилломатоза. Но это даже тут не вирус, это такие всё-таки споры грибов. Ну, это уже не будем около такие даваться научные, сейчас такие я не буду объяснения, но как-нибудь я это объясню, расскажу. То есть такие хламиды споры на самом деле, а не вирус папилломатоза. То есть, ну, пусть назовём это и так, но тем не менее факт остаётся фактом. Отваливаются сами у кого-то через месяц, через полтора, максимум через два. А это значит, что внутри процесс изменён. То есть вы побороли первопричину, причину образования, пусть вируса папилломатоза, его перехода в активное состояние внутри организма и внешне, где у вас есть, там у кого под мышками, у кого-то на шее, у кого-то, ну, значит, где-то ещё, папилломки, они просто отпадут. То есть вот вам ещё дополнительно. А таких, знаете, сколько положительных эффектов у вот этих грибных лечебных препаратов? Их сотни, их просто сотни. В отличие от проклятой химии, которая больше убивает, нежели помогает. Так что не применяйте действительно химию, применяйте натуральные средства. Я вам с чистой душой и совестью говорю то, что, ну, вот, что называется... И мне не надо было это проверять на себе, но так просто совпало. Поэтому вот просто вы видите сейчас тот вариант, когда я говорю про вот события, которые несколько дней назад вот закончились, завершились, да? Ну и, собственно говоря, вот что может быть у вас. Ну, в той или иной степени быстро. Два-три дня там, или пусть будет пять дней, но, по крайней мере, проблемы, которые у тысяч людей сейчас есть, у сотен тысяч, да, в нашей только стране, у вас не будет. Всё вам самого лучшего, крепкого здоровья вам и здравомыслия. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok